МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ответами на эти вопросы большая ульяновская делегация отправилась в соседнюю Самарскую область. В поселке Придорожный уже три года работает поликлиника нового образца. Мне лично понравилось, что больница находится полностью под одной крышей. И дневной тационар, и детское отделение, и физпроцедурные кабинеты, и так далее, и так далее. То есть под одной крышей – это большой плюс в экономии и, конечно же, в средствах. В здании площадью 7 тысяч квадратных метров обслуживают 17 тысяч человек. Причем первичная помощь и прием узких специалистов ведется как для взрослых, так и для детей. В поликлинике есть своя котельная, транспортная подстанция, дневной стационар, женская консультация, аптечный пункт. Плюс ко всему работает электронная очередь, так что в коридорах не толпятся недовольные пациенты. Очень хочется, чтобы у нас поликлиника на Нижней тоже появилась такая же, поскольку наша сейчас, ну просто головная боль для всех нас. Когда заходишь, хочется плакать и не хочется лечиться там. В этой поликлинике, конечно, очень понравился уровень врачей. Это кабинеты, очень хорошие кабинеты, просторные, оборудование современное. Ульяновская делегация, в которую вошли медики, депутаты, жители района, увиденным остались довольны. На Нижней проживает 28 тысяч человек. Всем им нужна комфортная поликлиника. Проект очень современный, которым использованы все современные технологии. И если будет принято решение о строительстве, мы, конечно, обязательно постараемся сделать, ну, по крайней мере, не хуже. На данный момент уже разрабатывается проектно-сметная документация. По словам представителей Министерства здравоохранения, строительство учреждения займет около двух лет. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Новости, Улправда ТВ